Сидел, выбирал Жигули для покупки. Можно взять просто ВАЗ-2107 и привести ее в чувство. На мой взгляд, как я считаю правильно. Можно взять новую BMW M4 и внедрить туда. И потом она сгниет через год. Приору брать? Да приору, а что приору? Что-то построить хочется такое интересное. Здарова. Как дела? Знаете, чем сейчас я сидел занимался? Сидел, выбирал Жигули. Выбирал Жигули для покупки. Думаю, вообще идея была такая. Значит, взять Тесла Model 3 и купить ВАЗ-2107. И дальше сделать ВАЗ-2107 полностью электричку на полном приводе. Комфортную, удобную. Но представляю, какое количество работы будет сделано и становится грустно. Ну, во-первых, непонятно, как реализовать историю с крышей. Абсолютно непонятно. И непонятно, как реализовать историю с батареей. То есть, там пол нужно что? Менять, увеличивать, поднимать ее, опускать. Можно взять просто ВАЗ-2107 и привести ее в чувство. На мой взгляд, как я считаю, правильно. Однозначно поставить карбоно-керамику за миллион-полтора миллиона рублей. Но нужно, чтобы она ехала. И ехала хорошо. Можно взять новую BMW M4 или M3 и внедрить туда. Влезет ли? Вопрос. По коробке будет вопрос. По огромному количеству деталей, конечно, будет вопрос. И потом она сгниет через год. Ну, можно взять Волгу, конечно. Там места больше. Волгу брать логичнее. Ну, то есть, Жигу можно просто взять и тестировать. И после того, как я ее оттестил... Ой, не Волгу, а Жигу. А потом купить Волгу и прям построить так, как хочется. Че думаете? Приору брать? Да, Приору. А че Приору? Ну, нет. Я просто думал купить Жигу, протестировать ее. И потом подарить ее одному из вас. Ну, просто вообще. Взять и подарить. Че думаете? Какие мысли есть? Насколько похудел? Намного. 144-145 минус 115, 116. Вот. Насколько похудел пока. Академику набрать? Да, это тот еще товарищ. Он ничего-нибудь придумает. Но хочется под своим вариантом делать. Бери Волгу. Варгу, укрос, копейку. 0,7 бери. Да, варианты у вас. У меня не диет. У меня операция на желудок. И все. Никаких диет. Волга, Масаркал. Ну да, под Волгу можно и Теслу купить. А можно вообще заморочиться. Можно вообще силовые агрегаты отдельно купить от Плейда. Прикиньте. Волга. 2.1.0.100. Вот это будет. Ну, куда ее? Волга не актуальна, пишут. Нива пикап. Пикап ее мало кто знает. Ищи чайку. Семерка, Жига, Наста, 4, ГТР. Выкупить Ани 60. Ну, выкуплю. И что, куда ее? Просто когда она не ездит? Ну, вот сейчас и так до хрена машина. Не понимаешь, когда на чем ехать. Да, спасибо большое за поздравление. С наступающим. Беребоем вас здорово. Ака. Ну, понятно. Буду думать. Напишите, пожалуйста, комментарии. Вот под этим постом. Коу, какие мысли. Что-то построить хочется такое интересное. Кручу-верчу вот эту историю. Посмотрим, что будет. Раскрою тему бензозаправок. Набрали много плохого бензина. Да, братан. У нас не только много плохого бензина. У нас вообще много чего плохого. Ты же знаешь. Ни его пикап. Аурус не дадут мне на тест. Аурус дадут только... Не буду называть имена. Сами все знаете, что вы говорите. Если бы мне попался Аурус на тест, я бы его просто мехом внутрь вывернул. И у меня первый вопрос был бы, наверное, как они его построили. Конечно, были бы ему огромные скидки на то, что это вообще первая машина. Но по разговорам ребят из ГОНа... ГОНа – это гараж особого назначения. Те машины, которые первым лицам предназначены, и те машины, которые продаются – это абсолютно разные машины, чтобы вы понимали. По-разному собраны, по-разному подгонка, по-разному... Все по-разному. Вот. Не просто же так бывает. Вы что, реально поверили, что этому блогеру дал машину друг-товарищ? Вы реально так подумали? Я уверен, что это не так. Маруша, бери на тест. Маруша. Ладно. Что? Побегу. Давайте, пишите по поводу корчей. Всякие мысли свои. И... Покрутим, повертим. Мне кажется, надо брать живую. Семерку? У меня была четверка. Хотя у меня и семерка была. Мне кажется, надо найти хорошую семерку. И... Пусть будет. Сделать ее. Прикольно. Какой мотор туда воткнуть максимально? Субару? Не хочу. Помойка вонючая. Разваливается. Это постоянно масляное голодание. А BMW воткнуть? Влезет ли там? Непонятно. Ну, мотор-то точно влезет. А вот коробка как? Просто с электричкой проще. Там мотор маленького объема. Понимаете? И... Это круто. Это интересно. Я такого ни у кого не видел. Ну, вот. По дизайну можно поработать. По подгонке. По безопасности. По многу чего можно поработать. Давайте. Пишите. Пишите. Будем строить джигу. Прямо после Нового года начнем. С наступающим всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова